мы часто используем мобильные приложения но в основном для того чтобы переписываться с друзьями но есть талантливые ребята в нашем приурале которые создают нечто особенное например мобильное приложение с виду схема непонятная но сейчас мы услышим что это такое насколько это полезно особенно в условиях карантина в мире столько приложений что невозможно объять все большинство из них это развлекательного характера есть конечно же полезные например те что приносит пользу обществу есть у нас светлые головы которые создают умные и полезные приложения например в одной из айти компании создают приложение которое поможет отслеживать весь рабочий процесс и сотрудников в том числе до начала до начала пандемии коронавируса мы разрабатывали приложение для себя квест став то есть приложить приложение отдать задание сотруднику переводится как задание для сотрудника в чем как сказать это в этом приложении в чем плюс и минус минус я конечно не вижу в основном плюсы то есть от каждый руководитель может отслеживать своего сотрудника местонахождение то есть подавать задание вот идет у нас начало gps навигации полости где в каком районе находится если больше десяти минут человек задерживается то соответственно приходит приходит увидали в базы данных сохранять на каком он был адресе сколько времени он там находился какие работы дается также поручение задания можно написать в этом приложении напрямую что сделать где сделать куда съездить дальше идет сотрудник выпуска задания может сделать фотографию в реальном времени gps и с gps навигации то есть у него будет стоять геолокация что действительно в это время был находился в этом месте сделал фотографию снимок работа выполнена ну чем удобно то есть это полностью отчетность каждый руководитель понимает знает где находится его же не сотрудник что он выполняет в данный момент где у него где все его же не работа все это фиксируется то есть если человек после рабочего времени выполняет какие-то работы все это также фиксируется тарифные ставки в дальнейшем и вообще планируем это приложение уже синтегрируется один из бухгалтерий то есть можно по человеку часам будет будет по человеку часам выставлять заработную плату узнав о том что создается мобильное приложение конечно же к михаилу обратились и другие компании с просьбой предоставить им приложение помочь его внедрить использовать в дальнейшем как вот начали на себе тестировать на своей компании то есть у нас тоже 25-30 человек работают мы занимаемся также услугами там ремонт кондиционеров бытовой техники ну то есть по квартирам по домам ребята ездят начали заниматься много увидел увидел обращение людей например крестьянское хозяйство улановых елена константиновна ей рассказал по приложению она очень заинтересовалась говорит мы тоже обслуживаем получается у них там сколько 15 или 15-17 наверно больших клумб цветочных по городу то они тоже бы хотели видеть сотрудников что действительно да поливные машины в это время там были поливозвязь люди работали то есть сейчас в момент именно вот этого коронавируса чтобы меньше контактов было же действительно это очень удобно и так многие компании по курьерским услугам заниматься тоже хотят передвижение вид своих сотрудников курьеров кто куда уехал удобно те же удобно водители у кого транспортная транспортная среда в принципе его можно также также и в такси ну то есть это универсальное приложение можно в любую сферу услуг заниматься именно занимается услугами в любом бизнесе это полезно то есть необходим также на строительных работах где какая есть сфера услуг где есть люди есть на отдаленно работают то есть они ездят им очень удобно так сказать пользоваться таким приложением под крышей эти хаба работают сразу несколько компаний которые конечно же создают уникальные вещи нужно только подробно каждый рассмотреть и рассказать об этом но обо всем постепенно айти хаб западной казахстанской области это как раз то место где создаются много идей в том числе высокотехнологичных вот например взять этот дисплей мы снимали его в одном из выпусков программы тогда мы рассказывали о том как умно он управляет всем помещением нужны температуры давление все что необходимо есть в этом маленьком дисплее но на самом деле все гораздо серьезнее потому что айти хаб это очень большая система которая как раз и является основой цифрового казахстана все данные отражены в этой панели показатели анализируется выводится статистика и все это контролируется у нас видите тут в системе статистика статистика приборов то есть мы видим каждый каждый час мы видим что происходит в помещении допустим в ночное время мы видим узел учета воды допустим вас каждый час приходят данные если допустим унитаз где-то протекает еще что-то ночное время то мы соответственно это все фиксируем видим также по электричеству каждый час мы допустим ночью можем отследить остался ли включенный компьютер остался ли где-то включенный свет если где-то привод потому что у нас ежечасно приходит также приходит вся статистика приборы то есть вот мы уже по дням по часам что у нас происходит и полностью отключать все системы причем это весьма полезно не просто видеть то что происходит в офисе и дома и вы всегда в курсе всего эта система очень удобно это можно любой отдаленность любых любых помещений то есть это та же самая смарт теплицы то есть допустим мы можем в любое время включить полив узнать температуру влажность почвы включить приборы какой-то автополив включить это может быть также управление котельным оборудованием то есть дачным дом бани какой-то датчик допустим люди многие живут на дачах получается им затопить баню приехать в теплый дом там отдохнуть то есть температуру то есть эту систему можно включать выключать любые приборы освещение уличное то есть эта система это не только смарт офис это система полностью для смарт-сити для умного города в нашей области есть самородки свои левши и кулибины которые не просто создают очередной продукт но и дают другим возможность вести комфортную жизнь современную не обремененную бытом и эта панель только один из примеров того когда и голова на месте и руки растут откуда надо светлые головы которыми стоит гордиться взяли датчики разных производителей то есть выбрали мы то есть много тестировали разных много систем и написали то есть свое программное обеспечение свой продукт написали то есть это за счет в чего убрали то есть это программ продукт зарубежные не брали допустим чита ну мы здесь его обслужим нас дальнейшем просто проект такой у нас проект мы работаем сейчас на суперкомпьютер то есть создаем большой сервер и хотим в дальнейшем где вот эта система устанавливать то есть в госшколу в дальнейшем планируем то есть смарт-школы будут то есть это тоже очень удобно видите ситуацию нас как вот в офисном в чем проблема за электричество многие люди вот рабочий день закончился раз все встали ушли компьютер забыли выключить это забыли а это все ну свет и напряжение что потери же опять а тут отдаленно просто видеть какая розетка включена все отключается иметь волшебную палочку конечно было бы хорошо но приходится все делать самим создание умного города займет не один месяц и год а ясно одну назад пути нет и весь мир устремился вперед уже живет в новых условиях высокотехнологичных и инновационных когда объявили режим чпс марта по май и сейчас в нынешнее карантинное время многие компании конечно же откликнулись айти хаб на базе которого был создан региональный штаб по чс конечно же отреагировал молниеносно был создан сайт стоп к вид кизета служба 109 регулярно отвечала на все вопросы жителей эти ребята и сейчас работают над сайтом вносят оперативные данные по заболевшим полезной информации все что необходимо знать о коронавирусе в режиме 24 на 7 идет работа активная оживленная работа айти компаний которые оказались на передовой во время борьбы с коронавирусом на вопрос планирует ли монетизировать приложение и зарабатывать на этом нам ответили ну вот изначально думали чисто хотели для себя вот это написать приложение то есть сделать внутренне сейчас в дальнейшем уже будет если протестируем людям понравится будем монетизировать ну большую консу у нас вообще в планах было 50 недель за сотрудника в день вообще так рассчитывали то есть это она не будет таким дорогим приложением то есть каждый сотрудник там для организации там полторы тысячи в месяц будет обходить в принципе я считаю для безопасности так сказать и знать точно где находится сотрудник это мне кажется очень выгодно в принципе приложение наш вопрос вот даже я говорю касались первое время карантина когда были вот людей на рынке собралось говорят это ну много они все люди эти со справками тип все это работники и чтобы как ответственность мог нести руководить когда берут справки разрешение на работу чтобы мог руководить нести ответственность сотрудник по прибору должна где находится ложки сотрудники с он работает на отдаленке то есть он должен это как сконтролировать нести полную ответственность сотрудник я считаю это очень удобно так что будем тестировать самое главное это наш внутренний продукт за кого вот мы при поддержке айтихаба эти ассоциации уже сделали свои приложения то есть это наша уже уральская внутренняя разработка ну и конечно же у каждого человека возникает идея а с чего она возникла именно у этих разработчиков мы спросили у михаила банальный толчок возник то что я говорю куча сотрудников неизвестно кто где находится вот какая идея возникла то есть отправляешь в одно место а он оказывается уехал в другое то есть тяжело очень контролирует сотрудник в общем то есть надо контроль людей необходимо хотя бы своих сотрудников контролировать то есть у нас возникала ситуация мы отправляем там заявку сделать отремонтировать допустим кондиционер на одном адресе на одном адресе отремонтировали звонишь сарты где я здесь до сих пор ремонтируют а клиент звонит Оказывается, еще не было. Оказывается, уехал уже на свою, на какую-то другую заявку. Ну и, конечно же, хотелось бы узнать, какие пожелания у IT-компании. Побольше, конечно, технологий таких, IT-технологий, конечно, хотелось бы внедрить. Сейчас потихонечку к этому приходим. Сейчас вот начнем пока вот с CRM-системы, в дальнейшем будем смотреть, что именно. Пока задумок много, ну, подойдем потихонечку, сейчас с одним закончим, дальше начнем что-то новое придумать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»